Идет репетиционный процесс. Заведующая вокальным отделом школы имени Лемешева, Марина Коновалова привезла в видные столицы молодых певцов. Сама солистка театра Прокофьева и Международного оперного фестиваля в Польше Марина Николаевна своих воспитанников показывает по всему миру. Ребята-лауреаты международных конкурсов, их с нетерпением ждут во многих странах мира. Сейчас у нас через неделю поездка в Эстонию. Перед тем, как спеть с оркестром в Таллине, Ария Ленского, Онегина и сцену поединка из легендарной оперы Петра Чайковского показывают в нашем историко-культурном центре. Сегодня видновчане увидят замечательные арии Ленского или арии Онегина из оперы Евгения Онегина. Потому что не все видновчане могут попасть в Большой театр или еще какой-то театр, где можно услышать эти замечательные оперы. Вот здесь вот есть возможность, причем это бесплатно. Визит таких голосов к нам в Подмосковье не впервые. Дьякон Владимир и сам ученик Марины Коноваловой. ПЕСНЯ Приглашают педагога и коллег по сцене на ежегодные концерты зимней вечера, которые Богородица Рождественский храм села Тарычева устраивает совместно с ИКЦ. Уже традиционно по случаю январских рождественских праздников. По правде говоря, выступления настолько хороши, что зал уже не вмещает всех желающих послушать профессиональных певцов. Если историко-культурный центр не будет вмещать всех присутствующих, конечно же, будем работать над тем, чтобы, может быть, в будущем собираться в более больших аудиториях. Надо напомнить, что оперные выступления и встречи со зрителями в историко-культурном центре Видного проходят с 2007 года. Концерты анонсируются и всегда бесплатно. Акустически это великолепный зал. Хорошо, чтобы вы не загромождали, потому что звук идет на живую. Видно, что светские мероприятия и торжества по случаю православных праздников находят и общего зрителя, и общую программу выступлений. Формат достойного уровня и явно полюбился зрителям-видновчанам. Татьяна Гребенецкая, Алексей Ильин, Анастасия Нархонова, Видное ТВ.